Барик Цес, добрый день, уважаемый Анатолий Леонидович, уважаемые коллеги, дамы и господа. Рад приветствовать участников сегодняшнего круглого стола. В этом году, как уже было отмечено, отмечается 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Республикой Армирии. В этой связи позвольте поздравить наших армянских друзей и коллег, а также всех участников с этой важной юбилейной даты. То, что началось с протокольного дипломатического акта обмена так называемыми гербальными нотами, теперь превратилось в многогранные, живые и интенсивные отношения и взаимодействия. Уверен, что дружественные и взаимовыгодные казахстанские и армянские отношения будут углубляться на благо наших народов и наших государств и в целом Евразийского экономического союза. Отношения между нашими странами основываются на традициях дружбы и взаимопонимания. Сформированная договорно-правовая база позволяет регулировать устороннее и многостороннее сотрудничество практически по всем направлениям. При этом имеется значительный потенциал и перспективы для дальнейшего развития казахстанско-армянского взаимодействия, в том числе и на его развитие в интеграционном пространстве. Как известно, в прошлом году наша страна председательствовала в государственных органах ЕАЭС, а в этом году председательствует в СМВ. Президент Казахстана Казахстан Казахстан обозначил приоритетные направления нашего председательства в организации. И сегодня можно с уверенностью сказать, что совместными усилиями заявленные цели были успешно достигнуты и продолжают реализовываться в текущем году. Об этом также свидетельствует итоги недавнего заседания Евразийского межправительственного совета на уровне глав правительств, которое состоялось в Казахстане 24-25 февраля этого года. Взаимородные решения соответствуют духу ЕАЭС, который за сравнительно короткий период самоосуществования показал значительный рост взаимной торговли среди государств-участников СМВ. В этой связи хотел бы с удовлетворением отметить динамику роста товарооборота в рамках ЕАЭС по итогам прошедшего года. Несмотря на внешние факторы карантинных ограничений, объем казахстанской торговли со странами-членами в 2021 году вырос на 28%, достигнув показателя 26,1 миллиона долларов. При этом двусторонний казахстанский и армянский товарооборот за этот период вырос более чем на 30%. Как вы знаете, 16 марта президент Казахстана выступил с посланием «Новый Казахстан. Путь обновления и модернизации», который свидетельствует о новом этапе развития нашей страны. В послании отмечается важность обеспечения устойчивых и управляемой деятельности государства на фоне геополитической и геоэкономической напряженности. Современную ситуацию по своему награду, жесткому санкционному противостоянию и непредсказуемым последствиям для всего мира он назвал беспрецедентным. В целях оперативного реагирования на сложившуюся ситуацию при правительстве Казахстана создан оперативный штаб, который одновременно работает и как институционный центр, проводящий в режиме реального времени анализа информации, а также разработку конкретных экстренных мер по поддержке отечественного бизнеса в условиях новых глобальных вызовов. Глава государства указал на важность присмотра полномочия президента с переходом от суперпрезидентской президентской республики с сильным парламентом. В рамках реформы законодательной власти будет присмотрен порядок формирования и отсутствий верхней палаты парламента, Сенат. Депутатский корпус мажориста планируется формировать посмешанную систему. 70% депутатов будут избираться на пропорциональной основе, а 30% на мажоритар. Процедура регистрации коммерческих партий будут значительно большими. Регистрационный порог располагается снизить в 4 раза с 23 до 5 тысяч человек. В послании особое внимание уделяется в дальнейшем демократизации государства, в том числе усилению роли правозащитных институтов, повышению конкурентоспособности средств базовой информации и укреплению роли гражданского общества. Масштабные политические реформы коснутся административно-технического устройства страны. С учетом демократической ситуации планируется создать три новые области – восточной, центральной и южной части Казахстана. Эти меры позволят более эффективно решать вопросы социально-экономического развития региона на местах и в целом будут содействовать дальнейшей децентрализации власти. Ответный блок посланий посвящен первоочередным антикризисным мерам с акцентом на решение социально-экономических вопросов, включая обеспечение усходчивости национальной валюты, увеличение продаж экспортной валютной выручки компаниями с государственным участием, деприкатизации единственно-технического аппарата. В целом, объявленные послания и приняты инициативы направлены на существенное реформирование политической системы и административно-технической структуры страны. Для реализации в Конституцию будут внесены более 30 изменений и поправок. Все это полностью соотносится с обрабатыванными стратегическими направлениями концепции развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Твердое привязанное сравнение с замужительным, конструктивным диалогом является урочной основой долгосрочного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза в условиях новых глобальных вызовов. И в заключение хотел бы пожелать всем участникам успешной и плодотворной работы на полях сегодняшнего мероприятия. А также поблагодарить всех организаторов и участников Круглого стола, Верховского, Анна Велимовича за организацию сегодняшнего Круглого стола, где можно обменяться по различным вопросам дальнейшего развития Евразийского экономического совета. Спасибо за внимание.